Иран обвинил Израиль в нарушении, минуточку, Женевской конвенции, значит, вот, причем тут Женевская конвенция совершенно непонятна, особенно в устах иранцев, это звучит довольно странно и смешно, и обвинил Израиль в терроризме, это трусливое преступление сионистской военщины не останется, значит, без ответа. Но, как всегда иранцы в таких случаях делают, мы отомстим, но в нужное время и в нужном месте, поскольку сейчас в данный момент отомстить как бы нет особой возможности, они вот оставляют себе такой зазор, мы отомстим, и через пару лет где-нибудь случится теракт, и вот это будет считаться местью, значит, за генерала Захеди и его подчиненных. На самом деле никакого, конечно, терроризма тут нет, в конце концов это Иран ведет войну против Израиля, руками его прокси, но тут есть один любопытный момент, дело в том, что удар был нанесен по территории Сирии, не по территории Ирана, естественно, да, хотя отчасти это можно считать и таковым, потому что удар был нанесен по территории консульства, которое имеет экс-территориальный статус дипломатического учреждения, фактически по территории Ирана на территории Сирии, но дело в том, что Израиль и Сирия, начиная по сути с 48 года, с момента провозглашения независимости Израиля, находятся в состоянии войны, на сегодняшний день никакого мирного договора нет, было соглашение о прекращении огня, вот после войны судного дня, потом еще были столкновения в Ливане во время Первой Ливанской войны, но в целом по сей день сохраняется состояние войны между Сирией и Израилем, поэтому Израиль действовал в соответствии с Женевской конвенцией, рассматривая объекты иранцев на ее территории как военные объекты, ну как бы вы там размещаете свои базы, туда приезжают ваши генералы, туда приезжают ваши военные, а то, что они делают это под прикрытием дипломатических учреждений в соответствии с Женевской конвенцией, делает эти учреждения военными объектами, вот так это работает и с этим ничего не поделаешь. Израиль в данном случае, если это конечно Израиль, а не ВВС Лихтенштейна, давайте поваляем дурака на радость нашей военной цензуре, Израиль ничего не нарушил в данном случае, никакие нормы Женевской конвенции. Если бы это была больница, в которой были бы только исключительно там больные и врачи, да, спору нет, это было бы нарушением Женевской конвенции. И к вопросу об ответственности, которую Израиль на себя никогда не берет, вот буквально к вечеру того же дня Юаф Галланд, наш министр обороны, проводил совещание с высшим военным руководством, он сказал буквально следующее. Мы даем понять всем, кто действует против нас на всем Ближнем Востоке, что цена за действия против Израиля будет высокой. То есть он так вот несколько завуалированно, несколько туманно, но взял на себя ответственность, ну не на себя, а в смысле как бы в лице Израиля взял на себя ответственность за этот удар. Вообще зачем это в принципе нужно? Тут есть несколько важных моментов. Момент первый заключается в том, что в таких подразделениях, как Элькутс и вообще во всей вот этой истории с иранскими прокси, там всегда очень важны личные связи и личный авторитет человека. Почему Элькутс на несколько лет свернул свои операции после 20-го года? Потому что второго такого как Сулеймани не было и нужно было восстановить все эти связи. Там все держалось не на каких-то там, не знаю, формальных договоренностях, там билатеральных соглашениях и что-нибудь в этом роде. Там все держалось на его личных связях. Он лично знал полевых командиров всяких прокси, полевых командиров всяких террористов, лично был с ними знаком, они ему доверяли. Для того, чтобы появился новый человек, которому они снова будут доверять, потребовалось несколько лет. Вот теперь все придется начинать сначала. Убит глава подразделения Элькутс в Сирии и в Ливане, где сосредоточено наибольшее количество иранских прокси. Убит его первый зам, вот этот самый Рахими. А Рахими, кстати, отвечал в том числе за связь с еменскими хуситами. И убит Асадулла. Я прошу прощения, плохая память на эти персидские имена. Так вот Асадулла отвечал за финансирование Ксира и его прокси в этих всех регионах. А финансирование там шло, как обычно, по всяким мутным схемам. Тут купили нефть, здесь перепродали, здесь это на ум пошло, туда-сюда, закупили оружие и так далее. И все эти вещи были у него во многом в голове. Не в каком-нибудь компьютере, не в какой-то компьютерной системе, да, не в каких-то, не знаю, бухгалтерских документах, а вот в голове. И теперь этой головы нет. Соответственно, это все нужно будет восстанавливать эти схемы. А в мутных схемах, еще раз повторю, очень всегда важна личность того, с кем ты договариваешься и насколько ты ему доверяешь. Поэтому это очень важный момент, который внесет вот такой вот элемент хаоса, да, во всю эту историю с иранскими прокси.